Да, здравствуйте все. Сегодня начинаем мы посиделки, 14 июля 2020 года. Сегодня у нас название посиделок это франшизы и внедрение, в общем, франшизы как инструмента роста бизнеса. Сегодня будет выступать Илья Лансман и начнем мы с Игоря Веретенникова. У Игоря Веретенникова тоже хороший опыт и, главное, понимание того, что такое франшиза. Игорь, здравствуй. Здравствуй, Сергей. Скажи, пожалуйста, вот у тебя был опыт развития франшиз и собственную франшизу вы только что запустили. Можешь сказать про первую франшизу, которая такая вот самая масштабная, что ли, была? Ну, сейчас наша франшиза – это компания «Алюстрой». Ищем партнеров в разных регионах для того, чтобы осваивать новые регионы, до которых руки не дотягиваются. У нас разработана хорошая бизнес-модель. Вообще франшиза – это передача бизнес-моделей партнерам и способ масштабирования бизнеса. Первая франшиза, которой я занимался, это 2004 год. Я переехал в Москву. Собственно, магазин готового бизнеса, в котором мне прилетела идея как раз продажи бизнесов. И, в общем-то, одно из направлений основатель компании говорит, вот есть франшиза, давайте с этим что-то делать. 2004 год, в общем-то, ни франшиза 5, ни франшиза.ру, ни топ-франчайзи, никаких таких проектов нет. Достаточно новое непонятное направление. Мы участвуем в выставке «Купи бренд» с компанией. У нас свой стенд, «Купи бренд» еще такая небольшая выставка, достаточно. И на выставке подходит Сергей Амбросов, сотрудник компании «Инвитро», и говорит, что вот у нас есть желание сделать франшизу и развиваться по франшизе. Ну, в общем-то, мы с ним познакомились, пообщались, нашли общий язык. Достаточно новое направление было. Ну, как новое, какие-то договора коммерческой концессии были в обороте в компании. До этого франшизу пиццерии разработали. Ну, я этим занимался непосредственно. Сеть кафе мороженых разрабатывали франшизу. И другой сотрудник компании ввел там «Конфаэль» франшизу, «Очкарик». Еще какая-то была, не помню. Ну, а я, в общем-то, занимался именно разработкой франшиз, поскольку в Казани, работая в консалтинговой компании, в общем-то, как-то приобщились к методологам. Вот, что такое методология нас поучили. И, в общем-то, такая достаточно сложная, интересная задачка была именно по «Инвитро». У них на тот момент было 9 кабинетов в Москве. И, соответственно, нужна была франшиза, им надо было ее разработать. Вот, то есть, такой интересный опыт с точки зрения и разработки концепции. То есть, ну, как бы, если говорить в целом, да, у любой франшизы должна быть некая концепция, которая за ней стоит. То есть, концепция именно понимания того, как компания будет развиваться через франшизу. То есть, например, у компании «Ариустрой» есть бизнес-модель, да, у нас, которая отлажена, которая передается партнеру, в которую человек входит и его обучают. То есть, это мы можем отдельно как-то поговорить тоже, потому что в этом смысле сразу оговариваюсь обычно. За последние несколько лет, конечно, рынок франшиз в России достаточно такой странный, потому что все, кому не лень, начинают разрабатывать свою франшизу. Вот, я просто именно такой консервативный сторонник франшиз, назовем это так. Когда, ну, то есть, я действительно считаю, что по франшизе не каждая компания имеет право развиваться. Имеет право, я имею в виду, как бы, ну, оснований нет для этого. То есть, право имеют все, конечно, развиваться по франшизе, но просто с точки зрения правильной франшизы. Что такое правильная франшиза? Это бизнес-система, это пройденный этап запуска собственных филиалов или точек продаж. Это действительно бизнес-система лид-гена, продаж, заключение договоров, оказание, самое главное, качественных услуг и предоставление продукта клиентам. Ну, выполнение обязательств перед клиентами. Вот, у компании Invitor все это было наработано, соответственно, разработка франшизы, она состоит, как бы, из двух этапов. Это я сейчас свое видение рассказываю, да, но, по крайней мере, сколько получалось работать именно с франшизами. Обычно это так. То есть, сначала разрабатывается концепция франшизы, а дальше разрабатывается именно уже учебник, ну, или, ну, как бизнес-бук, так называемый, где прописываются все процессы, формализуются бизнес-процессы, агрегируются все знания, и они передаются партнерам. Вот. То есть, я сейчас больше в позиции именно франчайзера, компании, у которой есть франшиза. Соответственно, мы у себя уже третий этап обновления понимания франшизы прошли и считаем, что вот именно сейчас мы нашли именно правильный, крутой продукт, который активно сейчас продвигаем на рынке. Вот. То есть, у нас свои франшизы только сейчас начинают в франшизе, ну, как бы, прилипать с контрактами. Вот. Можно сказать, год мы именно искали работающую, ну, как работающую. То есть, мы пытались понять вот эти параметры, да, конструктора, что надо дать партнеру для того, чтобы у него был успех, и какие узкие места ему мешают добиться успеха. Франшиза вообще это такая штука, когда, опять-таки, все, что я сейчас говорю, это мое понимание, да, наверняка найдутся люди, которые как-то по-другому на это смотрят, возможно. То есть, франшиза – это такая штука, куда ты без опыта в бизнесе, например, приходишь, и тебя всему научают. Вот. Ну, всему прям, ну, то есть, совсем всему. Конечно, разные есть рынки, конечно, есть разные бизнес-ниши. Конечно, есть, например, там одно дело кофейню открыть, и совсем другое дело, ну, не знаю, Макдональдс, да. Это я сейчас про, ну, там, ресторанный сегмент. Там у нас строительный сегмент. То есть, это тоже своя специфика, тоже свои требования. Вот. То есть, франшиза – это такой способ. Мне, вот, Илью, как раз было бы интересно поспрашивать уже с точки зрения взаимодействия с франшизией, какие есть узкие места, на что обращать внимание. То дело для того, чтобы все были довольны и зарабатывали. Ну, обязательно, обязательно отвечу. И про негатив именно буду рассказывать, про опыт негативный наш. Вот. Ну, в том числе. То есть, слава богу, сейчас… Ну, знаете, все очень часто позитивные какие-то истории рассказывают. Ну, у нас реально богатый опыт на негативные именно старты, там, гейстарты и так далее. Обязательно расскажу. Ну, я вот встречался уже через сколько лет, получается, через 12 лет опять с Сергеем Амбросовым, да, из Дмитра. Мы как раз обсуждали с ним. Мне было интересно услышать, как у них там вот это за 12 лет, что происходило. Много и негладко, конечно. Вот. То есть, в этом плане франшиза – это про партнерство. И партнерства такие, не очень простые. И, конечно, франшиза – это способ находить, мне кажется, правильных партнеров, которые, во-первых, понимают, куда они ввязываются. И, во-вторых, готовы будут работать именно под твоим брендом. При этом как-то считается так, что в России есть своя специфика с тем, что человек, который к тебе зашел в франшизную систему, научился делать этот бизнес, он склонен отвалиться из системы, от твоего бренда и начать делать этот бизнес самостоятельно. И в этом плане, конечно, тот, кто хочет делать свою франшизу, важно понимать именно вот эти узкие места, именно технологические какие-то сущности, которые ты передаешь партнеру, и таким образом к себе привязываешь. То есть самое идеальное – это, конечно, генерация заявок и передача заявок партнеру и единая информационная система. Это вот как бы две таких самых базовых истории для того, чтобы франшиза была успешной. Генерация заявок. То есть у вас полностью генерация завязок завязана на вашу компанию, все колл-центры, все сайты, вся реклама, вот эти все Яндекс.Директы, Гугл.Эдворды, все идет через вашу компанию. Ну, у нас там несколько пакетов. Вообще у нас есть практикум записанный, как мы его назвали, тоже. То есть все, что сейчас наработано, это именно этот метод проб и ошибок. Искали, обучали, смотрели, что люди спрашивают, что заходит, что не заходит. Вот мы буквально на прошлой неделе открыли учебный центр, как мы это назвали, и поняли, что самое узкое место – это именно обучение партнеров продажам и закрытию сделок с клиентами. То есть если нормальный человек со строительной ниши, с опытом стройки заходит к нам, то, скорее всего, он объекты наши, проданные, качественно сможет реализовать. Но найти клиентов и сделать им продажу по скриптам, отработать все возражения, сделать идеальное коммерческое предложение, разработать проект, который продаст – это очень мало кто умеет. Вот. И этому как раз мы и обучаем. И в этом плане… То есть наша франшиза – это про старт в этом бизнесе. Мы даем заявки, мы даем скрипты, мы даем систему продаж, мы даем и обучаем. Самое главное – постоянно обучаем. Каждую неделю проводятся созвоны, и там на этих созвонах разбираются узкие места. Индивидуальные созвоны или групповые? Групповые, групповые. Ну, пока групповые. Как дальше будет, я не знаю, потому что… А сколько сейчас у вас, если не секрет, конечно? Что? Сколько сейчас партнеров у вас? У нас сейчас два партнера в работе. Прошло на данный этап, на данный момент через нас 20 человек. Но я говорю, что мы как раз… Прошло обучение, прости, пожалуйста? Да, 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 прошло обучение, да. Ну, практикум, практикум прошли. То есть у нас практикум – это такая штука, когда человек осознанно понимает вообще, что за бизнес наш, и понимает вообще, стоит в это ввязываться или не стоит. То есть вот эта вот история, когда человек входит в франшизу, потом понимает, что это не его. Или, например… Ну, просто у нас ниша такая специфичная, достаточно сложная. Ну, как сказать, красиво открыть кафешечку там с кофе, да, наливать – это одна история. А получить все головники со стройкой – ну, это все-таки немного другая история. И график работы такой специфичный, очень много надо ездить, очень много переговоров. В общем, энергии достаточно много тратится. То есть и зарабатывать, конечно, можно, но и работать для этого надо. Я правильно понимаю, что вы через это решаете вопрос с дистрибуцией, ну, по сути, это как ваши менеджеры по продажам, но только они замотивированы больше, потому что они получают и долю больше, и ответственности, соответственно, на них больше, правильно? Не, не совсем. У нас есть свои филиалы, у нас есть свои менеджеры по продажам, которые работают, у них своя система мотивации. Мы таким образом решаем две задачи. Мы запускаемся в регионе, в котором можно зарабатывать, а, во-вторых, мы находим человека, который от нас не уйдет, не уволится. То есть для нас франшиза – это как раз нахождение партнеров в прямом смысле этого слова. То есть человек к нам заходит с деньгами, там сейчас у нас паушальный взнос 300 тысяч. Вот. И самое главное, что он завтра не отвалится. А если отвалится, ну, как бы мы все понимаем, что, ну, окей, так сложилось. Ну, это осознанное решение. Потому что мы запускали свои филиалы в 2019 году, там три филиала запустили, из них только один остался, и то там со своими сложностями, с проблемами. А филиалы закрылись только потому, что человека нашли, время на обучение потратили, и он там через полгода увольняется, уходит. Ну, то есть как бы, ну и все. А время потрачено ровно столько же, как на всех остальных сотрудников. Поэтому вот этот учебный центр – это единица сборки как раз вот. когда мой партнер, да, Дмитрий Муравьев может качать, ну, то есть у него очень много знаний наработано, и он с помощью учебного центра прокачивает как раз каждого и сотрудника компании, и партнера. Но Литген все равно остается на вас, я правильно понимаю? Да, да, да. И он не ушел вместе с уходом сотрудника, то есть или там было завязано? Нет, 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 нет. У нас един, ну, то есть у нас сам СРМ настроено, Литген, все заявки падают в колл-центр, колл-центр их обрабатывает, квалифицирует и передает в регион, как мы это называем. Вот, в регионе уже, соответственно, либо партнер, либо наш филиал, менеджеры нашего филиала отрабатывают эти заявки. Вот, мы сейчас потестировали новые регионы Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, именно по Литгену. Ну, в общем, схема работает, система работает, заявки падают. Вот, ну и, как я говорил, мы порог входа снизили, да, у нас был миллион рублей инвестиций в запуск франшизы, сейчас 300 тысяч. Но, зато мы роялти добавили. То есть, до этого роялти не было, сейчас мы добавили. И есть подозрение, что это более, как бы, менее людей отпугивает, да, потому что, когда я на вебинаре рассказываю про то, что мы ищем партнера для совместного заработка, при этом паушального взноса у нас нет, и роялти у нас нет. Ну, и нам казалось, что это людей может отпугивать как раз. Потому что какая-то странная история, что это у вас за франшиза такая. А мы, по-честному, хотели, ну, как бы, говорить, что, ну, не надо этого у нас. Мы на другом хотим зарабатывать. Да, мы хотим зарабатывать на своем цехе, на лидгене, вот. на пакете услуг, которые предоставляем партнерам. А еще сталкивались ли вы с различной стоимостью лидов в различных регионах, и как решали эти вопросы? Если есть такой опыт, как, в общем, получалось? Ну, мы по своим регионам постоянно следим за лидами, очень внимательно каждую неделю смотрим, вот. Между регионами есть разница в стоимости лидов, но она в рамках допустимых отклонений, назовем это так. Вот. Новые регионы, которые мы потестировали, тоже работают в рамках тех же параметров, да. То есть в этом плане, ну, будут какие-то сложности со стоимостью лидов, будем их решать. То есть в этом плане, там, 19-й год, по сути, был посвящен именно налаживанию маркетинга для того, чтобы понимать, сколько денег мы тратим на какой лид, на какому продукту, и что делать с тем, чтобы, ну, управлять этой стоимостью. Такая история. А в рекламу кто вкладывается партнер? Простите, ничего, что я такие уточню, еще вопросы задаю? Нормально? Да нет, нормально. Я задаю вопросы, потому что у тебя франшиза есть. Это очень здорово. У тебя тоже будет, Сережа. Вопрос вот какой, значит, по поводу именно лидов, простите, региона. Ай, забыл вопрос пока, пока. Кто вкладывается в лиды? Вот, да, в рекламу, в рекламу. Спасибо, спасибо. Ну, как раз паушальный взнос, он включает в себя то количество лидов, 75 штук, они квалифицированные, хорошие. Для того, чтобы запуститься, для того, чтобы получить первые контракты, продажи, из этих денег отбить паушальный взнос. Ну, то есть там финансовая модель так настроена, что первые продажи, из них идут деньги сразу на поддержание этой машинки. А закрывают все-таки на сделку уже партнера, правильно? Да, да, да. Ну, этому мы как раз и учим. А партнер, можешь привлечь там своего менеджера по продажам, чтобы не он сам это делал? Или как, или это? Да, не, ну, просто поначалу мы вообще считаем, что для того, чтобы успешно в этом бизнесе работать, надо своими руками все пройти, все понимать. Ну, просто как практика показывает, по-другому не получается. И мне что-то подсказывает, что во многих бизнесах по-другому, ну, редко получается, да, чтобы за тебя кто-то сделал тебе бизнес. У нас это какая-то такая очень специфичная история должна быть. Вот. И да, конечно, там следующим шагом, то есть первые три месяца партнер научился, получил контракт и отбил первые деньги. И дальше, конечно, ему надо нанимать менеджеров, потому что количество заявок обычно такое, что, в общем-то, ну, то есть первый выход у тебя там на выручку 2,5 миллиона в месяц, потом вторым шагом ты стремишься к 5 миллионам рублей, ну, и третьим шагом уже можно заходить там на 7, на 8 миллионов рублей. Именно, ну, в нормальный сезон. У нас как бы есть сезон, а есть в межсезонье. А вопрос еще по поводу выручек. Спрашивают ли потенциальные франчайзи контакты тех, кто уже как-то добился результата именно в будущем вашем франчайзе? Ну, пока не спрашивают, потому что, как я и сказал, у нас пока мы на стадии запуска франшизы. Вот. Ну, конечно... Не-не, потенциальные, потенциальные именно. Ну, то есть, ну, вы с ними... Или вы пока еще не делаете активную рекламу, не даете франшизы? Ну, сейчас мы начинаем заниматься рекламой. Вот. Ну, как сказать, для нас это стартап внутри компании. Вот. Мы получили первые 400 лидов, вот, сейчас их обрабатываем активно, из них как раз пошли первые продажи, вот, сейчас задача запуститься с ними, дать результат, и, конечно, если кто-то дальше будет спрашивать, мы будем эти контакты сдавать. А через что лид-генеры, если не секрет? Как? Контекстная реклама. Получились. Контекстная и посадочная страница, да? Да. Ну, это отдельная история маркетинга, там, какие каналы тестировать будем, там, свои планы и заходы на разные каналы. Авито, ну, самое, Сергей, про которого я рассказывал. Окей. Сереж, может, у тебя есть какие-то вопросы? Да, у меня есть. Сейчас, давай. Вот скажи, пожалуйста, вы обеспечиваете лид-ген за счет первого взноса, да? И у вас какой-то ежемесячный взнос идет от вашей франчези? Паушальный взнос 300 тысяч? В том числе как раз сидит бизнес-модель, практикум, да, наш. Второе, 75 лидов. Мы один лид за тысячу рублей продаем. Вот. Соответственно, система продаж, подключение к единой системе, к единой АМСРМке, вот, обучение и постоянный доступ к разборам сложных сделок. Угу. То есть у вас паушальный взнос, это я вот не очень в терминах понимаю, он ежемесячный, что ли, да? Нет, паушальный взнос это, паушальный взнос, это право, за него ты покупаешь право использования бренда. То есть у нас, то есть ты можешь у нас просто, например, покупать практикум, понять, как этот бизнес работает и пойти делать его самостоятельно, либо, например, просто заявки закупать в своем регионе, такие тоже есть у нас покупатели. Ну, мы их тоже партнерами называем, потому что мы уверены, что, скорее всего, они потом к нам за брендом придут. Вот, и франшиза – это как раз про бренд, да? То есть когда мы говорим, что ты становишься нашим партнером, то есть для нас партнер – это тот же самый филиал, ну, с точки зрения системы, устройства управления. Они вот у тебя заявки покупают и, в принципе, видят твой сайт, и ты их учишь, как их обрабатывать, эти заявки. Дальше, я так понимаю, они включают, срисовывают твой сайт, срисовывают… Не-не-не, мы сами разворачиваем сайт. То есть если мы сейчас говорим про франшизу, то как раз фишка бренда нашего в том, что человек получает доступ к всем нашим кейсам, ко всем нашим скриптам, ко всем нашим знаниям, ко всей базе знаний. То есть он получает доступ к достаточно такому ресурсу мощному, который… То есть одно дело, если ты сам продаешь… Да, мы практику, например, человеку продали, мы ему даем еще и сайт при этом. Отдельно отрисованный, хороший, продающий сайт. Но фишка здесь в чем? Что если ты сам работаешь в этом бизнесе, ну, в этой ниши по нашей модели, то ты… конверсия в договор у тебя от 3 до 5%. Ну, если там, скажем, там у тебя… ты совсем хорошо умеешь продавать в стройке и есть опыт в продажах, то ты можешь конверсию делать там 7%. Вот. У нас конверсия до 25% получается. То есть я сейчас говорю про конверсию за… ну, годовую в целом. Потому что там всегда есть заявки, которые выстреливают в продажу. Но если работать с ними системно, то у нас есть сделки, которые там через год закрываются. – Понял. И как вообще вот они вам деньги платят? То есть сначала есть первичный взнос, первоначальный. Они вам платят за бренд какую-то сумму. Они начинают с вами работать. Дальше идут взносы ежемесячные какие-то. Или они просто лиды покупают? – Ройалти. Дальше будет… ну, есть ройалти. Ну, я про это дальше расскажу. Здесь, наверное, Илья больше уже расскажет про эти отношения. Потому что наша франшиза все-таки молодая пока. – Да. – Вот. У нас еще огромное количество, я думаю, интересных историй ожидает разных. Прошивки отношений, настраивания системы. Вот. Но мы заложили ройалти в этот раз. То есть ройалти 10% от маржи каждого проекта. То есть мы тоже прикинули по бизнес-модели, что мы свой интерес забираем именно от маржи. А все деньги, которые от маржи остаются у партнера, он дальше им может распоряжаться, как хочет. И, конечно, если он хочет вырастить из этого работающий бизнес по нашей модели, то он начнет нанимать сотрудников, он начнет их обучать, он начнет закупать больше лидов и так далее. – Ну, то есть это небольшая какая-то сумма для него, и вы ему нужны за эту сумму в горизонте два года ближайших, да? – Ну, в среднем, если у тебя выручка 2,5 миллиона рублей, маржа где-то порядка 700 тысяч, то наших там 70 тысяч, 10%. – И дальше мы только фантазировать можем, когда они захотят отключиться от вас, да? – Ну, я говорю, здесь надо это… Мы дойдем до этого, я уверен, когда кто-то захочет отключиться. Но как-то иллюзия именно наша в том, что если хочешь отключиться, отключайся. – Ну, ты будешь медленнее работать, у тебя будет меньше конверсия. – Ну, опять-таки, ну, мы сознательно обучаем нашей модели всех с этого рынка, потому что, это я тоже в вебинаре говорю обычно, как раз мы считаем, что выжигать рынок – это плохо. Поэтому, если ты хочешь такой самостоятельный, умелый парень, ты лучше правильно делай, правильно работай с клиентом, но клиент останется в этом рынке, он будет знать, что там хорошая беседка из алюминиевого профиля – это хороший продукт, а не беседка, которая у тебя от первого ветра там развалится, и потом скажет, что беседки – это вообще ерунда. Ну, беседки, как пример. – То есть, если они уходят от вас, они теряют в качестве и в цене, и не могут продавать дорого, продают дешево, выжигают этим рынок, да? – Ну, ты вопрос задаешь из ситуации, на которую я не знаю ответа, мы пока в этой ситуации не бывали. – Не бывали. Ну, вот что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, выжигают рынок? – Ну, вот сейчас, например, мы конкурируем с частниками, да, то есть у нас компания, мы знаем, что наша маржа там 30%, и мы меньше этой маржи на оценку просто не работаем, да, потому что, ну, надо развиваться, и зарабатывать, и так далее. А частник – это человек, который способен, например, у тебя перехватить эту заявку, но человек же как клиент, он ходит по нескольким сайтам, оставляет заявки. Например, нам оставил, потом еще кому-то оставил, потом еще кому-то. И вот там обычно находится частник, который, ну, там, умелый строитель, умелый прораб, который там заказал некий литген. И он соглашается, и он торгуется с клиентами, и он там снижает цену, ну, как-то, я не могу сказать, демпингует, потому что он делает это неосознанно. Он идет на маржу, например, 15%. То есть он время тратит ровно столько же, но ту чистую прибыль, которая должна у него остаться, он недополучает. И это и есть, как бы, и при этом он, он узкие места, риски какие-то по проекту для клиента не способен покрыть, потому что денег у него на это обычно уже не хватает. Если бригада начинает подводить, надо новую нанимать, а это уже опять деньги. То есть вот этот оборот вложений, который нужен для того, чтобы давать качественный продукт, он такой, что участники там могут потянуть там 3-4 проекта за два месяца, и все. И при этом, ну, клиент рискует получить плохой продукт, ненадежный. А это и есть выжигание рынка, потому что заявку у нас отобрали, клиент останется недовольный, человек свои деньги не заработает, ну, и, как бы, и кто от этого выигрывает. Понял. И говорят, что продукт – фигня. А клиент потом говорит, вы что, беседки нам предлагаете, вон, смотрите мне, что сделали. Кстати, Дашкиев, мы ходили тогда на инвестиционный фонд к ним, рассказывали про люстрой. Вот. Дашкиев прям так сказал, представляешь, мне тут тоже беседку сделали ребята так, что, в общем, в жару, жарит так, что там сидеть невозможно внутри, когда дождь идет, она протекает, представляешь? И говорят, я там отдал какие-то, там, два, что ли, миллиона рублей на отдал. Ну, то есть, блин. Да. Но вы не заказали у него экспертизу? Он не заказал у вас экспертизу? Уже решил вопрос этот? Ну, нет, не заказал, вопрос решил просто потому, что, ну, как-то не заказал. Угу, угу, понял. Не, ну, как-то после дураки-то кулаками не машут. Да все равно переделывать надо, да. Если он переделал уже, то хорошо. Если бы он сказал, помогите, конечно же, мы без вопросов бы это сделали. Но запрос уже был, ну, отсутствовал запрос. Угу, угу. Ясно. Вот ты можешь сказать еще вот чуть подробнее, что вот есть, бывает правильная франшиза, а бывает неправильная? Вот чуть подробнее. Правильная франшиза, она помогает человеку, франшизеру понять, зарабатывать деньги. Ну, правильная франшиза – это когда найдена работающая бизнес-модель, она подтверждена на практике тем, что, например, франчайзер открыл, ну, хотя бы там 2-3 своих точки. Ну, в твоем случае филиалы есть, ну, это прекрасно, да, там магазины. То есть это уже есть некое подтверждение. В-третьих, ты неким образом эти знания упаковал, процессы у тебя неким образом прописаны, и это знание можно как-то передавать. Угу. А плохие франшизы, в чем фишка? То, что мы тебе бренд продали, ну, я не буду сейчас тоже называть название, там, если кому-то интересно будет в чатах. То есть бренд продали, дальше вот бренд вешай, мы тебе разрешаем повесить, ну, там, вывеску, свой бренд. Что у тебя с продажами, как ты будешь нанимать, как ты будешь, там, средний чек какой у тебя, как вообще клиентов делать довольными. Это все делай как хочешь. Есть у тебя опыт в ресторанном бизнесе, нет у тебя опыта, нас вообще не волнует. Мы тебе бренд продали, все, спасибо, до свидания. Или история вот, когда там, к сожалению, бывают такие истории, когда год компания работает, один год, получилось заработать какие-то первые деньги, сразу там делают какую-то франшизу, ну, как-то ее называют франшизой, и начинают всем продавать. Тоже таких примеров масса в интернете. И это и есть классическое выжигание рынка, когда нормальные франшизы от этого страдают. Ну, потому что человек говорит, что такое франшизы, разводила какие-то. Да. Скажи, вот по компании Invitro, у тебя там много столько было направлений, что вот самое живое, самое получилось, и что самое мертвое, самое не получилось там? Не понял вопрос. У тебя там было несколько франшиз в Invitro, я так понял? Нет, Invitro – это одна самостоятельная франшиза, компания, сеть медицинских лабораторий. А ты рассказывал про какие-то мачки, еще что-то, это уже другие какие-то истории были, да? В магазине готового бизнеса были несколько клиентов, вот, соответственно, я вел Invitro разработки, то есть, я вел направление разработки франшиз. Вот, там было направление, кто продавал франшизы, вот. Я разрабатывал франшизы, как раз я там три разработал для пиццерии, пицца с Олимио, там два партнера, один живущий в Италии, другой в Москве, они открывались на фудкортах и захотели сделать франшизу. Вот, сеть кафе-мороженых и Invitro, вот. Ясно. То есть, ты занимался больше разработкой вот этих франшиз, внедряли уже другие люди, наверное, да? Больше? Ну, я как в роли консультанта был, потому что внедрение, это, конечно, внутри компании должна быть команда, которая занимается этим осознанно, со своими KPI и так далее. Еще ты говорил про каких-то таинственных методологов, с которыми ты связался на начале пути и как-то понял, что это ты можешь делать. Ну, нет, здесь это как-то... Одного из таких соратников я приводил сюда к нам, Алексей Федоров, если ты помнишь. Да, помню. Просто есть московский методологический кружок, да, который был основан Щедоровицким в 60-х годах еще в СССР. Есть тех пор вот эта мыследеятельность, она как бы постоянно развивается. Есть много адептов этой истории. Вот. То, чему они учат, в общем-то... Ну, то есть, франшиза – это рефлексия, по сути. Рефлексия бизнес-системы. Такие немного заумные слова пошли. Вот. Ну, то есть, если ты нашел что-то работающее, то, что приносит деньги, то ты это как бы снял с основателя эту историю, упаковал, структурировал, и дальше это знание можно эту модель передавать другим, ну, как бы размножать. Ну, то есть, методология – это вот про это в том числе. Нет. А вот мне, как предпринимателю, если заводить свою франшизу, то лучше обратиться к тем, кто это делает постоянно, и проработать с ними эту франшизу, не придумывать это все, не высасывать пальцы. Ты говорил про франшизу 5, еще какие-то агрегаторы вот такие вот, которые делают это. Ну, нормальные консультанты, которые занимаются разработкой франшиз, с кем я вот общаюсь, и знал, и знаю, они не за все франшизы берутся в заработку, и это хорошо. Есть игроки на рынке, которые, консультанты, которые берутся за все, лишь бы заработать денег. Вот. И в этом плане, конечно, вот эта ответственность за результат, за качество франшизы, она не у всех присутствует. И стоит все-таки обратиться к таким специалистам, они ответственно подойдут к вопросу, если возьмутся. Да. И это будет выигрыш, в общем. Хорошо. Спасибо. Сейчас спросим у Ильи. Илья, когда ты сможешь выйти к нам в эфир? Я уже, я уже. Сейчас, секунду. Буквально наушники просто вставляю. Все. Как меня видно? Видно. И мы счастливы. Спасибо, друзья, что дождались меня. Смотрите, я сейчас попробую продемонстрировать экран. Ага, организатор отключил демонстрацию экрана. Сейчас, Игорь, попросим, попросим Игоря включить. Сейчас попробую, Илья. Ага, сейчас еще раз. Да, есть. Я покажу вам презентацию. В принципе, я думаю, что уже какие-то моменты они были проговорены. Вот. И сейчас как бы вкратце или, так скажем, ну, более структурно, что ли, может быть, здесь изложено в этой презентации. Хочу вам показать презентацию, которую сделал мой брат, Михаил Лансман. Он является сооснователем Лансман Скул. Он, в отличие от меня, закончил МГУ Мехмат. Вот. Я закончил всего лишь Бауманку. И я всего лишь магист из матнаук. Вот. Но, как бы, он покруче. Вот. Ну, ВУЗ, правда, крутой. Вот. Я считаю, что МГУ, ну, правда, классный. ВУЗ. И, соответственно, мы, когда запускали курсы подготовки к ЕГЭ, но тогда это даже не было ЕГЭ, просто к поступлению в ВУЗы, да, а индивидуальные занятия, вот такие, так называемые, полуиндивидуальные занятия, мы все думали, как вообще сделать группы и так далее. Вот. В итоге, как бы, как сказать, ну, у нас появились вот эти курсы, и мы упаковывали, так скажем, свой опыт подготовки к поступлению. А когда, как сказать, услышали про франшизу, то поняли, что мы можем теперь упаковывать, ну, то есть, до этого мы упаковывали, как-то преподносили свою систему поступления, теперь мы можем уже упаковывать свой опыт при принесении своего опыта поступления в ВУЗ. Понимаете, да? Да. Вот. И вот в этом плане, как бы, ну, мне кажется, получилось относительно неплохо, хотя, опять же, много сложностей в этом плане было. Вот я до того, как началась запись, уже рассказывал по поводу того, что мы обратились в одну компанию, которая упаковывала, как бы, нам франшизу. Она допускала там орфографические, пунктуационные ошибки, дизайн, да, вот я могу сказать, что какие-то моменты были, так скажем, свежими, но там договор, вот там, коммерческие концессии, как мы предполагали, что будет, да, там или какой-то еще, вот, о продаже франшизы, соответственно, там нам прислали договор об оказании ритуальных услуг. Откуда они его скачали, как чего, не знаю. Но, вот в тот момент, я помню, что в тот период, мы продали одну франшизу в Питер, и наша стратегическая была ошибка, она заключалась в том, что мы взяли и, как это сказать, взяли и передали им все инструменты, связанные с маркетингом. То есть, мы просто взяли там рекламные компании, а вот вам рекламные компании, а вот вам еще человек, который может там это настроить и так далее. То есть, мы там отдали своих фрилансеров, которые нам это все дело помогали делать, и буквально там через месяц-другой они сказали, спасибо большое, мы пошли. Ну, то есть, вот это вот прям такой, ну, они поблагодарили, то есть, как бы интеллигентные люди, вот, до сих пор, как-то, как сказать, там они мелькают где-то. Я не могу сказать, что они прямо там, это в Питер мы продали эту франшизу, но я не могу сказать, что они добились каких-то больших, выдающихся результатов. Но, опять же, кстати, еще одним моментом, который для них вот был, так скажем, ну, не то, что показательный, надо, как сказать, ну, типа, что у нас непроработанная франшиза, то, что мы, например, на тот момент не зарегистрировали товарный знак, вот, то есть, ну, мы когда кинулись, этих эврик, там было просто как собак нерезанных, вот, после этого, спустя там еще где-то год, по-моему, мы все-таки вот как раз и назвали Сланском Скул, да, по нашей фамилии. Подделывать смысла нет, как сказать, ну, и товарный знак мы тоже зарегистрировали, вот, так что, очень рекомендую, там, так скажем, если у вас какой-то бренд есть, то есть, ну, отдать на регистрацию не означает, что у вас уже должна быть, вот, должен быть этот бренд, но хотя бы то, что вы отдали на регистрацию, это уже вас застолбит, и, как сказать, ну, так скажем, при спорных каких-то моментах вы будете иметь какое-то преимущество. Окей, дальше, значит, ну, что касается франчайзинга, да, конечно, это вопрос масштабирования, то есть, если вы готовы уже, и у вас отлажены какие-то моменты, то это здорово, но, опять же, очень много я слышу в последнее время, там, от всяких бизнес-тренеров, вы знаете, такую историю, если у вас ноль, ну, типа, сложно, ну, то есть, на что-то это умножать, все равно будет ноль, поэтому, ну, очень важно понимать, что у вас все остальные процессы, они отработаны более-менее, понятно, что все нуждается в рихтовке, там, и так далее, но, тем не менее, да, то есть, что вы можете это все дело, как сказать, ну, хотя бы в таком состоянии, так сказать, да, зафиксировать, и дальше переходить к вопросу масштабирования, в том числе, через франчайзингу. Вот какая с фотографией моего брата, красавца, вот, женат, ждет дочку, в этом октябре у него, вот, дочка должна родиться, вот, ну, и, как сказать, по поводу, там, описания, кто такие курсы, ЕГЭ Лансминт Скул, вот, он здесь представлял, что там 60 филиалов, сейчас уже 65 плюс, вот, то есть, больше, чем 65, с 2008 года, это год, именно, когда ЕГЭ стало обязательным, мы готовим к ЕГЭ, на самом деле, мы раньше это делали, когда еще это было в виде эксперимента, но там мы это делали в партнерстве, с другими, там, репетиторскими центрами, и частными преподавателями, ну, и вот за этот период, там, у нас насчитывается более 5000 выпускников, это тоже, конечно, ключевой момент. Очень хорошо работает, вот, сразу такой лайфхак, так скажем, да, то есть, если вы хотите показать масштаб, если вы хотите, как сказать, при прочих равных, так скажем, да, помимо того качества, которое, я надеюсь, люди увидят, когда вы там будете презентовать свою франшизу, как-то, чтобы они выбрали вас, конечно, очень важно показать масштаб, вот, эта картинка, она очень, серьезно вдохновляет, так скажем, да, если у вас нет по Москве, значит, по России, тогда сделайте картинку, хотя бы даже с планами по захвату, так скажем, да, рынка. Это, ну, так или иначе, все равно, как это, знаете, нас встречают по одежке, и, ну, это такой продающий момент, да, вот, очень тоже такое, вот, так, дальше, по поводу, I have a dream, фраза, которую мы очень часто, так скажем, ну, не то, что часто, но используем, в, как сказать, понимании нашего, вот, образования, да, и, соответственно, говорим о том, вообще, в принципе, почему мы пытаемся масштабироваться, да, почему мы хотим, почему и кого вообще мы ищем, да, вот, и, соответственно, говорим по поводу своих ценностей, и это очень важно, вот, я очень, ну, рад, для меня это большое подтверждение, то, что вот Игорь, например, рассказал по поводу сначала курса, а потом уже практикума, да, а потом уже партнерство, потому что это, правда, помогает как раз отсеять лишних, тех людей, которые, ну, не соответствуют нашим каким-то пониманием, да, там, ценностей, ориентиров, не знаю, целей и так далее, вот, поэтому это тоже очень важный момент. Так, масштаб, кем вы хотите быть через 10 лет, тоже классная штука, которую я слышу, опять же, тоже из всех утюгов, как говорят, по поводу того, ну, в принципе, чего вы хотите, если у вас есть в видении вашем, да, и понимании будущего, что вы какая-то достаточно большая компания, один из способов, это, естественно, франчайзинг, франчайзинг, ну, в этом плане, конечно, так скажем, если вы хотите, там, ускорить этот процесс, если вы хотите какую-то надежную, так скажем, систему, научиться какому-то бизнесу, как, опять же, тоже Игорь говорил, то очень классно для этого подходит франшиза, как с одной стороны, так и с другой. Я вообще рассматриваю, честно говоря, франчайзинг, знаете, как кооперацию, то есть, что в складчину, это тупо дешевле, ну, то есть, там, литген, продажи, сайт, маркетологи, там, это, ну, то есть, это на самом деле огромные, огромные затраты, да, и один позволить себе это не может, когда это все-таки вот именно сеть, да, когда это партнеры, вот у нас, правда, классных людей, как сказать, подарила нам судьба, вот, я называю это господь бог, ну, реально у нас классно есть партнеры, которые, знаете, они двигают бренд, они вдохновляют своим таким движим, знаете, моторчиком в одном месте, что они готовы еще там двигаться и как-то это, и это на самом деле очень сильно обогащает и очень сильно, как сказать, вдохновляет для каких-то достижений и движений вперед, но и вот что касается десятилетней перспективы, знаете, тоже есть такая очень классная фраза, что мы очень часто переоцениваем то, что мы можем сделать за один год и недооцениваем то, что мы можем сделать за 10 лет, вот, и она, ну, на мой взгляд, очень классная, глубокая в том плане, что, ну, правда, вот ориентир там десятилетний очень многое может нам самим показать о себе, вот, дальше, значит, как сказать, что еще помогает, так скажем, да, ну, франшиза, это именно стартовать, стартовать, так, когда это нужно, имея опыт партнеров за плечами или с головной компанией, и, соответственно, есть возможность на самом деле очень, как сказать, ну, не наломать дров и сделать реально все вовремя, так как это технологией уже задумано, которая, опять же, родилась из набитых шишек и каких-то вещей, которые, как сказать, не следует повторять, да, ну, вот, дальше, что касается того, ну, вот, если говорить про франшизу, когда имеет смысл вот начинать, если теперь отвечать про вопрос головной компании, то есть несколько факторов, которые нужно соблюсти для того, чтобы, так скажем, прибыль была не только в головной компании, а все-таки партнеры тоже, ну, как сказать, не натыкались в вашем лице на мошенников, да, и вот фактор номер один, как Михаил здесь выделил, это прибыльность единицы, а по сути финансовая модель, вот то, о чем как раз Игорь до этого говорил, да, то есть очень важно ее правильно рассчитать, чтобы она была рабочей, причем с учетом очень многих факторов, которые могут быть отличимы от того контекста, в котором вы запускали там ту или иную точку, вот, поэтому, кстати, вот тоже, опять же, как и говорил Игорь, вот у нас есть несколько точек своих, мы реально их запускали, и сейчас продолжаем запускать еще, и это нам позволяет, на самом деле, более адекватную картину излагать нашим партнерам, это очень классно, есть, естественно, особенности работы в городах, не буду сейчас углубляться, это вот Михаил больше скажет именно про курсы ЕГЭ, но, кстати, например, что касается Литгена у нас, то, значит, контекст, таргетинг, это то, что мы можем взять на себя, ведение каких-то групп в социальных сетях, мы создаем эти группы под их локации, и дальше передаем права администрирования нашим партнерам, и они дальше уже их ведут, но частично, ну, оффлайн полностью, а онлайн частично может ложиться и на их плечи, потому что сейчас мы видим очень большой наплыв вот именно у нас, да, заявок не из контекста, а из таргетинга, да, это всегда очень такая локальная бывает история, то есть здесь нужно знать какие-то особенности спроса в тех локациях, в которых работают партнеры, но опять же есть какие-то наработанные нами схемы, которые мы тоже можем масштабировать и на наших партнеров через наш отдел маркетинга. Дальше, ну, это все тоже относится к финансовой модели, нужно просчитать рентабельность, вот, вот как раз что касается складчины, да, что касается кооперации, вот, сеть в этом плане, она более выигрышна, какая-то другая схема, и еще один момент, да, очень важен, то есть имеете ли вы право, в принципе, масштабироваться по франшизе, это ваша компания, она заточена, так скажем, на работу, гениальную работу вас или там ваших гениальных сотрудников, или все-таки это уже вот в какую-то систему превратилось, если это так, то тогда можно говорить о том, что вы можете масштабироваться. Дальше, естественно, должны вот эти бизнес-процессы, эта система, она должна быть регламентирована, то есть она должна быть расписана, и, ну, здесь очень-очень важно, чтобы эти моменты, они были прописаны настолько ярко, явно, четко, что, ну, правда, чтобы не вызывало это дополнительных вопросов у ваших партнеров, хотя все равно они будут, но по возможности, я бы так и сказал. Вот, ну, и еще один момент, вот здесь Михаил обозначил свободное время, я бы это немножко по-другому сформулировал, но смысл в том, что реально это как еще один, вот как Игорь тоже сказал, стартап внутри компании, да, то есть это еще одно направление, это еще одна сфера деятельности, которой тоже нужно будет посвятить, то есть, ну, это как запустить еще один бизнес, вот я бы вот это даже так сказал, да, ну вот, так, значит, что касается особенности франчайзинга, ценность для франчайзи против роялти, но тут вопрос такой, очень важно, чтобы вот, как нам видится, именно исходя из нашего опыта, да, партнеры не уходят тогда, когда они понимают, за что они отдают роялти, роялти это ежемесячный платеж, как ты уже понял, Сережа, вот, то есть, получается, что если ему дешевле отдать роялти, и он получает существенно больше ценности за вот эти деньги, то у него вопросов никаких не возникает, да, то есть, ну, система литгена, продаж, автоматизация, все инструкции, у нас, например, еще методики, если мы говорим про школу, и так далее, да, то есть, вот этот момент тоже очень-очень важен, ну, вот, здесь приведен пример, это именно по курсам, так что вы не смотрите, да, и вот получается, что у нас там за 10, там, тире 30 тысяч, в зависимости от условий, времени заключения договора, процентов, которые там, так скажем, соглашаются, ну, не соглашаются, а которые мы выставляем в качестве роялти, которые нужно платить нашим партнерам, получается, что вот они получают все вот это, да, то есть, там сайт, который по SEO продвигается, портал, то есть, там реально у нас, если говорить про курсы, отдельный сотрудник, который пишет там по две, что ли, статьи в день, вот, причем такие, ну, нормальные, это не какая-то там, ну, фигня, да, то есть, там какой-то анализ присутствует, естественно, это из разных источников там берется, и так далее, то есть, ну, на образовательную тему именно, да, вот, дальше, редактор, который как раз там тоже создает тот или иной контент для социальных сетей, для Инстаграма, для ВКонтакте и так далее, там все это дело тоже выкладывается, специалисты по рекламе, ну, интернет-рекламе, это наш отдел маркетинга, дальше, как раз Михаил занимается, так скажем, такой публичным, ну, не то что работаем, ну, пиаром, наверное, вот так это можно сказать, да, и, соответственно, в том числе, вот есть продвижение через публикации в СМИ, CRM-система, для курсов мы, например, используем еще Таланта, есть такая CRM-ка, которая там существенно, опять же, дешевле обходится каждому партнеру, в силу того, что мы являемся сетью, и, там, вот видите, наставничество, там, более опытные франчайзи, они курируют новичков, и методические разработки, вот в том числе, кстати, по курсам для 11 класса, там, по математике, по русскому языку, есть наши учебники, которые называются Landsman School, ну, то есть, это то, что мы непосредственно предоставляем, то есть, опять же, стоит это или нет, там, 10-30 тысяч рублей, но понятно, что каждый решает партнер для себя сам, но вы, как сказать, если говорить просто, об объективной реальности, если бы он сам это делал, это бы стоило ему, там, энного количества лет, и денег, ну, существенно больших, чем, мне кажется, там, раз в сто, ну, вот, в силу того, что, как это, ну, реально, что-то просто уже опытом, так скажем, накоплено. так, что касается нашего опыта, ну, вот, как раз, значит, готовы ли мы были, например, к упаковке и расширению через франшизу, я не знаю, потому что, кстати, первая франшиза после вот этой провальной, питерской, у нас получилось следующее, мы наняли менеджера по продажам именно франшизы, сделали посадочную страницу, начали рекламироваться, значит, стали обрабатывать заявки, там прямо у нас сыпалось, все хорошо, количество заявок приличное было, но в итоге за, по-моему, два или три месяца даже, у нас был заключен один договор с нашим партнером, эта девушка до сих пор работает в сети, это был, чтобы вы понимали, 14-й или 15-й год, 15-й, наверное, все-таки, 15-й, ну, с 14-го на 15-й, короче говоря, вот, и получается, ну, вот уже там 5, почти 6 лет она с нами, значит, но, я когда увидел вот этот результат, что мы там потратили денег на рекламу, на продаж франшизы, ровно столько же, сколько мы получили с ее повышального взноса, я сказал, спасибо большое, всем спасибо, все свободны, вот, мы отдел по продаже франшизы закрыли, вот, потом мы на самом деле начали там что-то делать, значит, да, вот, сейчас, секундочку, мне нужно взять ребенка, простите, у нас еще один, участник, да, у нас еще один участник нашего семинара, да, 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 вот, получается, что, как это, если вдруг что, я надеюсь, что там смогут, вот, забрать, вот, короче говоря, получается, что мы, когда закрыли это все дело, потом, честно говоря, реанимировал один из участников бизнес-молодости, не буду называть его, ну, не в смысле там организатор, хотя он там среди спикеров тоже там был, вот, и он предложил переупаковать, мы до сих пор на самом деле пользуемся той посадочной страницей, которую он там через другого, как бы, парня делал, вот, и он, кстати, рекламировал франшизу через Абита, вот, там что-то типа продажи готового бизнеса, или такой вот там раздел был, и, соответственно, он помог привести еще несколько клиентов, которые как раз уже там сначала покупали частично нашу, да, то есть мы там разбили несколько пакетов, сделали их там более интересными, разными, так скажем, в зависимости от запроса людей, вот, и, соответственно, они покупали сначала там, ну, какой-то голый пакет документов там с нашей системой типа лидогенерации, а потом все-таки могли там доабгрейдить до полноценной точки нашей франчайзинговой, вот, и в итоге вот у нас после этого там появилось еще партнеров 5-6, не помню, честно говоря, сейчас точно, простите, вот, дальше получилась следующая ситуация, когда мы, значит, взяли и выкупили конкурента, который обратился к нам и сказал, что у него как раз есть много потенциальных франчайзи, а, соответственно, ну, у него нет франшизы, у него нет этих вот всех, как сказать, прописанных бизнес-процессов, и как раз благодаря тому, что он принес с собой, ну, там, я не знаю, честно говоря, там тоже 5-6, может быть, даже 8 партнеров пришли именно с ним, то есть объявлено было сначала о слиянии, на самом деле мы именно выкупали его, вот, я не могу сказать, что это была супервыгодная сделка, мы там потеряли на этом достаточно прилично денег, то есть там почти 20 миллионов стоила нам компания, но часть вот из этих денег, она была выплачена именно с помощью паушальных взносов, которые его партнеры потенциальные готовы были принести в совместную компанию, ну, а дальше, соответственно, уже было объяснено людям, что на самом деле это не слияние, а поглощение, так скажем, да, вот, значит, конкурента, вот, ну, как бы все нормально восприняли, то есть не было там какого-то отвала, так скажем, а дальше, соответственно, Михаил, например, по курсам, он очень детально расписал, что же входит, то есть вот посадочная страница по курсам, она отличается, например, по франшизе курсов, от посадочной страницы школы, я не могу сказать, что лучше конвертить, надо на самом деле замерять, не готов сейчас вот с цифрами, да, вам что-то рассказывать, но, именно потому что не знаю, но на самом деле интересно, что конвертирует, как вот страница, где просто красивые картинки, так скажем, типа, и узнаете расчет на ваш город, да, так и там более подробная, какая-то расписанная, так скажем, и финансовая модель, и как раз там стоимость, по-моему, тоже вот самой франшизы, там упоминается, и что туда входит, и совокупная стоимость, сколько и как, и так далее, вот, еще одна модель, кстати, тоже распространения франшизы, которую я хочу, до сих пор еще никак не воплощу, это через продающий вебинар, автоворонки, продающий вебинар, да, то есть, ну, вот у нас тоже, мы сделали страницу год назад, где-то полтора, значит, по, по, именно такому вебинару, 10 критически важных ошибок, при создании оффлайн школы, и, соответственно, я там проводил продающий вебинар, вот Игорь получил от меня видеозапись, кстати, удалось посмотреть, нет еще? Я начал смотреть, как досмотрю, обязательно отчитаюсь, это прям, ну, я внук, прям, с именем, ага, ну, мне очень интересна тоже обратная связь, вот, особенно опыт, опыт наложить, прям, ну, вот я сразу могу сказать, что там, ну, вот я специально тебе, Игорь, еще другую презентацию, тоже вебинар скинул, да, по онлайн школе, вот она более продающая, более правильно сформулированная, более динамичная, то есть, короче говоря, как бы это вот, там можно увидеть как раз, ну, какую-то трансформацию, что ли, моего понимания вообще, что такое продающий вебинар, вот, и как его надо проводить, потому что там, ну, там, короче, капец, вот, там все, все сделано было неправильно, вот я сейчас хочу перезаписать, на самом деле, вот этот продающий вебинар, и вот у меня получается, что франшиза, на самом деле, может подразделиться еще на один подпродукт, который называется онлайн школа по запуску оффлайн школы, ну, или там любого образовательного проекта, продукта, в итоге которого, в результате, да, ну, желательно, чтобы, на самом деле, наши потенциальные партнеры покупали, ну, франшизу нашу, да, в чем, опять же, ключевое преимущество нашей франшизы, например, по школе, это именно в том, что у нас еще туда и методология обучения заложена, да, то есть там наш партнер, он получает все там бизнес, не бизнес-процессы, простите, критерии выбора и отбора преподавателя, простите, давайте я отдам ребенка и к вам вернусь со своим опытом франшизы, ладно, сейчас, секунду, что? вот так все, бегу к тебе, вот, как слышно? хорошо, ну, то есть получается, что, вот если говорить про, все-таки наш опыт, именно, как это сказать, упаковки франшизы, да, я вот понимаю, что очень много ценного, на самом деле, мы туда запихнули, прям, вот я бы так это сказал, да, но не раскрываем, и вот образовательный курс, он должен, он признан помочь разъяснить ценность того, что туда заложено, вот, вот если это удастся сделать, я буду считать, на самом деле, что мы, вот, ну, успешно продвинули, так скажем, людей по вот этой вороночке, а второй момент, на самом деле, нашли тех людей, которые, которым реально созвучны те ценности, которые есть у нас, вот, вот это вот очень такой важный для меня момент, вот, у нас куда-то, на самом деле, игр делся, или нет? Ну, я почему-то, я почему-то отвалился, да, вернулся, запись тоже отвалилась, или как-то? Не-не-не, зуб, он этим, что-то, ага. Вот, дальше, ну, вот, там, Михаил говорит по поводу того, что у нас, например, по курсам, это вообще отдельный, там, есть куратор по франшизе, да, и, соответственно, вот, про первую франчайзу я вам уже рассказал, я надеюсь, это, как сказать, было, как это, полезно. Еще один момент, вот здесь написано масса, я не знаю, что он имел в виду, честно, давно это было, когда он рассказывал про эту франшизу, но смысл в том, что очень важна, на самом деле, конечно, групповая динамика, я бы вот так это назвал. Когда, ты говоришь, что у тебя больше 65 филиалов, там, по всей России, это очень, конечно, как сказать, ну, так сказать, вдохновляет, вот еще один момент, который тоже очень важен, на самом деле, важно тоже доносить, вот именно про ваши планы, я уже об этом вначале говорил, о захвате мира, рынка, потому что, как это, ну, вот этот масштаб, он, он очень, очень важен, то есть, если у вас в голове это по-настоящему присутствует, и если это созвучно с взглядами партнера, то, как бы он понимает, что вы завтра, например, не сольетесь, да, то есть, ну, там, получив паушальный взнос, то, о чем, опять же, Игорь говорил, да, что очень много недобросовестных компаний, которые просто, ну, на паушальных взносах пытаются выехать. Еще, вот, такой лайфхак, да, это рекомендации для будущего франчизера, вот я, Игорь, я тоже, Игорь задавал вопрос, то есть, мы вот увидели, особенно это для школы явно было, да, когда у нас было немного партнеров, немного, один у нас был партнер, но, слава Богу, он был такой хороший, что мы, как раз, всех наших потенциальных франчизи направляли к нему, давали его номер телефона, он там у себя в школе принимал, у него там тоже отдельно стоящее здание, территория, вывеска Landsman School, ну, и, соответственно, он так хорошо поучаствовал, на самом деле, в продажах франшизы, то есть, ваш партнер и успех вашего партнера, да, который в франчайзе первого, там, второго, третьего, неважно, да, какого по количеству, но это, на самом деле, залог более легких и, так скажем, простых продаж в будущем, да, потенциальных франчайзе, приобретении партнеров. так, дальше, ну, понятно, что нужно расписать все планы открытия, ну, вот, и нужно понять, что делаете вы, что делает он, да, это тоже очень важный момент. Дальше, как раз, вот, Михаил, Михаил рекомендовал найти первых партнеров на любых условиях, я могу сказать, что там вот паушальный износ, который там был опущен с миллиона до 350, это уже, ну, мне кажется, 300, вот, у нас просто тоже до 350 был опущен паушальный износ, кстати, у компании Willwood автосервисов тоже с миллиона до 350 франшиза была опущена, ну, как бы, мы год-полтора назад, как раз, вот, вся эта история, так скажем, была скорректирована, опять же, исходя из реалии рынка. Если позволишь, коротенький комментарий, просто мы, как это, здесь важно, что мы не убавили цену, мы не дали скидку, да, мы просто поняли, что рассказать человеку проинвестировать миллион сильно сложнее, чем дать вот какой-то конкретный кусок с конкретным результатом за 300 тысяч, и, конечно, мы потом расскажем, получилось или не получилось, но, по крайней мере, сейчас общение идет вообще на другом уровне. Да, 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 я с тобой полностью согласен, и, ну, что-то не такие, мы такие сидим так, хотим миллион, нет, что-то миллион не дают, давай хотим 300, здесь именно вот пакет был на миллион, прям полноценный, прописанный, мы оттуда убрали что-то, которое, ну, в долгую, да, играет, сказали, окей, вот, в общем, это вот то, что ты говоришь, это воронка как раз, воронка продажа франшизы, она очень долгая, такая прям воспитываем, очень, 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 понимаю, но я могу сказать, что, правда, ну, вот еще, кстати, один лайфхак, которым воспользовался наш конкурент, которого мы выкупили, как он нашел вот этих вот там нескольких партнеров, он сделал рассылку по базе смежников, то есть, ну, он там договорился, он продавец, конечно, гениальный, вот, ну, товар у него не очень, вот, он договорился по рассылку сделать по базе смежников, там о там своей франшизе, еще что-то о курсе, ну, как бы, о том, он может рассказать там, ну, там, в двух словах, как запускать там образовательный бизнес, да, и вот, ну, там, репетиторский бизнес, и вот, соответственно, через это он как раз и нарыл вот этих людей, то есть, это, опять же, ну, нас подкупило, да, выкупить, выкупить его бизнес, потому что у него были потенциальные вот эти франчайзи, которые, еще раз повторюсь, своими паушальными взносами, как раз. А можно здесь сразу вопрос? Да, да, конечно, конечно. Просто второй раз по нему говоришь. Здесь вопрос, а кто вот этот ЦА, ЦА вот эти франчайзи потенциальные, как вы их обрисовывали? Честно, вот я не могу сказать, что мы их обрисовывали, что тут, а, сейчас, простите, пожалуйста, у меня тут ребенок пришел с рюкзаком, зацепленным за волосы. Ого. У меня помимо младшенькой, есть еще старшенькая. Сейчас, дочеку. Сейчас, 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 ходи ближе, давай все увидят, как это возможно сделать. Сейчас, дочеку. По поводу целевой аудитории, честно, вот... Давай переформулирую вопрос. Давай, Здесь я что хочу услышать. Как вы поняли, по каким критериям, что у него есть ваша целевая аудитория? Он же вам что-то сказал, он же, ну, как-то, вы же, ну, то есть, он же сказал, вот у меня есть люди, которые, и вот это вот что за которые? А они уже изъявляли желание, на самом деле, купить франшизу. То есть, они уже говорили, ну, типа, продай нам, а он говорит, а у меня нету, на самом деле, чего продавать. То есть, я вам просто рассказал, типа, как сделать там, чего, да, а вот, у меня у самого франшизы нет, но, но у меня есть вот сейчас там партнеры. А, я понял. То есть, они пришли, оставили заявку на открытие школы? На открытие курсов. Это вот было по курсам, это не по школе. Курсов, ага, курсов. По школе, честно, вот у нас классическая, я, я, недорассказал, то есть, у нас, видите, у нас разделилась, так скажем, вся эта история на курсы и на школу, вот, и у нас получается так, что, сейчас, давайте я выключу, чтобы хоть как-то вас не смущать хоть так, голосом буду продолжать. Значит, получается, что школа, например, у нас там один человек пришел, после, вот, это был 14-15 год, да, тоже как раз, вот, и говорит, я хочу купить франшизу сразу всего, вот, как раз, когда мы через Абиту начали рекламироваться, и курсы, и школа, и садик, мы такие, о, точно, все, и как раз за миллион мы ему продали, вообще, это было что-то с чем-то, миллион рублей, вот, но, так как мы делили это все дело там с человеком, который, как раз нам все это дело упаковывал, Литгеном занимался, то это, конечно, уменьшило сумму, нашу, да, нашей прибыли, но все равно это был прецедент, это был прецедент, причем он пришел сначала одну, говорит, нет, говорит, давайте две, ну, на вторую точку я вам сейчас паушальный взнос не дам, потом, вот, но в итоге получилось так, что мы вложились в рекламу его филиалов, и в открытие его филиалов двух так, что, как бы, потратили больше, чем этот миллион, вот, и, соответственно, как сказать, ну, там ничего не выиграли, а плюс к тому, тогда, как раз, если помните, был сбит военный самолет над Турцией, и все коммерческие грузы, вся вот эта история там с тканями, там, ну, из Турции, с одеждой, была закрыта, у него были магазины именно одежды, и, соответственно, он говорит, слушайте, все, короче, все кончилось, выкупайте у меня ваши точки, ну, как бы, у меня дальше нет денег ввести их, вот, и он там рассчитал, что он там по 3,5 миллиона вложил в развитие каждой точки, да, вот, и, соответственно, он хотел, чтобы мы за 7 миллионов выкупили, моя жена сказала в этот момент только через мой труп, вот, я сказал, ты мне дороже, чем партнер, партнер, ну, так сказать, мы не стали выкупать эти точки, и получили, ну, там, некоторые, так скажем, репутационный урон, на самом деле, из-за этого, да, то есть из-за того, что партнер не смог, открывшись, дальше работать, вот, как-то так, классно, вот, все-таки, ты там рассказывал про смежников, это смежники, то есть, те, кто занимались образовательными услугами, и им логичнее всего предлагать такие франшизы, да? Да, ну, вот, в нашем случае, да, это очень хорошо сработало, то есть, ну, вот, у нас это, то есть, там просто даже, понимаете, там была аудитория людей, которые готовы были там покупать какие-то технологии, там, методологии, там, ну, там это были детские центры, да, или там детские садики, и вот там этот человек просто начал рассказывать по поводу того, как репетиторский центр запускать, да, то есть, ну, то направление, в которое они спокойно могли вырасти, да, то есть, для них, ну, там, они уже тогда не дошкольникам там или младшим школьникам что-то продавали, а уже старшеклассникам, да, то есть, ну, в принципе, это им хорошо зашло, то есть, релевантное было предложение их аудитории. Скажи, пожалуйста, вот опытные такие смежники, они удобнее с ними работать по твоему опыту, или лучше? Я тебе дам совет, который мне дала Екатерина Укулова. Значит, делаешь посадочную страницу, и запускаешь директ, все. Ну, то есть, это можно вот там в дальнейшем какие-то делать эксперименты, там, смотреть как чего, вот, здесь все работает достаточно просто, вот, ну, на мой взгляд, это вот нужно вот этой логике придерживать. Прости, что обрубил так, но вот мне кажется, что это правильно. То есть, не выбирать, не ковыряться, а что идет, с тем работать. Ну, да, 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 ну, то есть, ну, как бы, ну, директ работает в этом плане, да, то есть, ну, он срабатывает, ну, пусть будет так. То есть, франшиза, образовательные услуги, да, как это вот ключевые, основные слова, чтобы я понимал просто, что вы там рекламировали? Я, если можно, тебе, на этот вопрос отвечу, когда мой директолог выйдет из отпуска, я тебе смогу, ну, там, подсказать, какие семантические, там, ну, семантику запросов. Вот. Еще на Авито хорошо идет продажа готового бизнеса, да, то есть, ну, а дальше там, как бы, выясняется, там, что человек хочет, там, ну, то есть, ну, это может быть, не совсем целевое, получается. Да, доченька? Ух ты, классно. Вот. Простите, пожалуйста. У меня просто это трешили. Да, да, ой-ой-ой-ой-ой, да. Так, принеси папе ножнички. Держи рюкзачок, держи рюкзачок, ага, и принеси папе ножнички. Я это увидел только в фильмах, простите. Когда там дети приходят там с жвачками, волосами. Все-таки без радикальных решений не обошлось. Главное, чтобы мама не узнала. Никому не говорите. Давай, о, давай, давай, давай. Только маме не говори. Это прям надежный способ ты вот сейчас сказал. Ну, тут, знаешь, как это мне приходится выбирать. Да, да. Сейчас, друзья, я прям вот сложнейшую операцию провожу. Илья, вопрос пока вот так обсуждаем. Что-то нас стали бомбардировать предложениями каталоги франшиз. Вы как-то тестировали, смотрели, заходили в разные дела? Смотрели. Ну, честно, не знаю. Мне вся эта история вообще не нравится. Там когда-то мы на Бибосе были, где-то еще, я не помню, каком-то каталоге были. Но сейчас, мне кажется, это такая штука уже, шляпа какая-то, честно. Я, как сказать, вот мне нравится так, когда там, например, не просто размещение, а что люди могут что-то гарантировать. Вот. Если они там могут сказать, что смотрите, вот мы там разместим там, 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 и если это не даст, то еще и вот там. Ну, окей, тогда может быть имеет смысл этим воспользоваться. Вообще, в принципе, ну, мне кажется, что нужно искать, ну, вот, именно через контекстную рекламу, вот, и ее, и Авито. Ну, я вот думаю, что это такие рабочие площадки. YouTube тоже, то есть, ну, если есть какой-то ролик, который может показать суть, да, или там процесс, или еще что-то там, или выгоду вашего партнера, то это очень классно. Ребята, которых вызвали, вот, как маркетологов, да, они тоже вот как раз какие-то триггеры обозначали, да, по франчайзингу, ну, то есть, вот, по именно рекламе франчайзинга. То есть, очень классно, если там, Литген, например, делаете вы, то есть, ну, как бы, вот, что вы забираете на себя, ну, если вы это опишите, ну, мне кажется, это должно сработать именно в плюс. Опять же, кстати, я пробовал еще, до того, как мы запустили франшизу, я пробовал купить франшизу детского садика, Sun School. Сергей, не буду рассказывать, как бы, какого качества эта франшиза, то есть, мы когда посмотрели на все это дело, у меня Аня сказала, как раз моя жена, что, слушай, да я, говорит, ну, я ожидала что-то увидеть, а как бы, у меня экспертности в детских садах больше, чем, ну, как бы, в том, что нам передали. Причем, две недели, кстати, на две недели они вообще отморозились, значит, от нас, не отвечали на телефонные звонки, они проверяли, не сектанты ли мы, вот, потому что узнали, что мы протестанты по расповеданию, и вот, соответственно, они решили там, как это, узнать, что это такое вообще, но заодно, как бы, решили не контактировать с нами, на этот период времени, ну, капец, вот это, конечно, был, ну, причем, полмиллиона они взяли с меня, и я долго через БМ с ними судился, так скажем, и бодался, и требовал, чтобы они вернули хоть какую-то часть, они согласились на то, чтобы вернуть половину, а потом Сергей Дегтярев сказал, вот, знаешь, говорит, я проверил, типа, подсадным там был клиентом, и вы пользуетесь нашими договорами, ну, типа, нашей документацией, я говорю, так ваш пакет документов там стоит 125 тысяч, что ли, рублей, ну, это все, это входит в 250, которые должны были остаться у вас, ну, вот, как бы, он счел, не нужно, так скажем, отдавать даже ту половину, которую, так скажем, согласился изначально отдать, вот, и в итоге я прям понял, конечно, что, ну, вот, франчайзинг, это, ну, такая история, где очень много выдается желаемого за действительное, знаете, этот анекдот, про, там, 70-летнего, который говорит, доктор, мне нужно, чтобы у меня там, с женой все было хорошо, он говорит, ну, типа, это почему, у вас же уже возраст, там, он говорит, ну, вот, у меня сосед, там, 90 лет, он говорит, там, пять раз на дню, ну, вы тоже говорите, про франчайзинг, это вот прямо классическая, так скажем, да, история, типа, ну, вот, тоже говори, да, то есть, типа, все говорят, и ты тоже говори, резкий рост, там, франчайзи, это тоже такая тема, очень опасная, потому что получается, что фактически существующих, живых, так скажем, да, партнеров, их, на самом деле, может быть, не так много, и здесь очень, ну, реально нужно смотреть не только на открывающиеся точки, если говорить про выбор франшизы, но и на закрывающиеся, то есть, вот, что происходит там внутри, вот, это то, на что стоит обратить внимание. Ну, и вот, мне кажется, что, еще раз, да, повторюсь уже, но, тем не менее, что вот это онлайн, так скажем, вот, как у Игоря Практикум, да, у нас это онлайн-школа по открытию оффлайн-школы, да, вот, я думаю, что это та, вещь, которая должна добавить ценности и очень, вот, сильно помочь. Опять же, кстати, мы это заметили на франшизе по курсам, когда внедрили, вот, это, в, как сказать, обязательную часть для наших партнеров. вот, вот, кстати, здесь, вот, в этой презентации, которые, вот, в этой презентации, которые, запуск филиала, стратегическое развитие вашего проекта и вашу чистую прибыль, то есть, ну, там, если говорить про то, куда должны, так скажем, идти эти деньги, а Royalty идут на работу всего франчайзинного отдела, да, то есть, вот, поддержание всех тех специалистов, которые у вас в бэк-офисе находятся, да, для того, чтобы ваши партнеры работали. Также очень важно отслеживать индекс. Кстати, я не знаю, Илья, может быть, это тебе... Да. Может быть, тебе поможет вот этот вот концепт, почему мы, точнее, так, почему вам стоит купить наш практику, подается нами, каким образом, вот, ну, это реально из моего опыта, да, то есть, там, вваливаешь денег в проект какой-то, прибыли нет, и ты понимаешь, что ввалил там уже, условно, два-три миллиона, блин, и что на выходе, да, то есть, вроде есть бизнес, а прибыли нет, что с этим делать? Вот, если бы, если бы мне сказали, что, Игорь, вот, 60 тысяч, у нас он практикум 60 тысяч стоит, вот, 60 тысяч, ты просто получаешь они, что и как это работает, вообще, про что это, и ты сможешь сказать, это мое или не мое, то есть, если бы мне так предлагали сейчас запускать бизнес, я бы с удовольствием так делал. Простите, я просто опять, опять, детки, ты говоришь, как сказать, за эти деньги и ты показываешь им, ну, реальную картину или что, то есть, ну, когда вваливают деньги и не видят, есть прибыль, нет прибыли, то есть, ты, как бы, тем самым их обучаешь, там, финансовому планированию? Ну, мы что говорим, вот за эти деньги, вот, ну, как бы, за эту сумму денег вы понимаете, что за бизнес вообще, куда вы ввязываетесь, то есть, мы вам все показываем, прям все рассказываем, а если вам, ну, вот это вам не нравится, ну, то есть, ну, не нравится вам с архитекторами работать, они там занудные ребята, но это, это правда жизни, да, в этом бизнесе, или там, вам не нравится с бригадами монтажников общаться, мы про это рассказываем, показываем, То есть, ну сейчас вы у нас купите франшизу там за миллион, условно, а потом скажете, блин, так это же оказывается надо с монтажниками общаться. Я так не хотел. Вот, вот эта сумма денег, на, вот попробуй. Я пытаюсь каждый раз как-то это еще более акцентированно рассказать, но пока плохо получается. Вот эта идея... Ты имеешь в виду, что получается, это безопасная такая проба, да? То есть, так ты потерял всего лишь вот эти деньги, приобрел какие-то знания, но не ввязался там в проект, который там тебе бы обходился там в пару, в трёх миллионов. Классно, это классно, да. Да, да, да. Вот что касается именно вкладывания, да, в обучение там партнеров, то есть вот Михаил заметил качественный прирост в развитии партнеров, когда разместили, значит, записали видеоуроки, разместили на гет-курсе, и пока там, так скажем, партнер не ответит на какой-то вопрос где-то в конце курса, ну, в конце урока, который там озвучивается, да, или там про информацию какую-то, которая именно в конце урока. Ну, то есть, он не может перейти к следующему уроку. И вот это размещение на гет-курсе позволило, на самом деле, качественно, ну, там, отслеживать тоже продвижение по учебной программе. Ну, я надеюсь, это тоже будет полезно, Игорь, вам в том числе. Вот, ну, вот такая история. Вот так мы это делаем. Вот, поэтому, что касается курса обучения, да, это классная тема. Еще, может быть, какие-то есть вопросы? Да. Скажи, пожалуйста, вот кому стоит вопрос? Да, не все сразу, друзья. Что ж, да. Игорь, давайте сничим. Да, что-то со связью. Вот пару или один негативный кейс и как вот система снятия вот этого негатива с партнером. Какие вот были какие-то случаи, там, ну, все, мы начали, все, работаем, но человек говорит, мне что-то не нравится. И вот как, ну, как в этой ситуации действуете или действовали, может быть, правила какие-то есть на эту тему? Да, во-первых, конечно, у нас корректировался очень сильно договор. И у нас он достаточно жесткий договор, на самом деле. Очень многие партнеры это замечают в самом начале, когда с нами подписывают договор. Но мы тоже объясняем, что это, знаете, договор, который прописан кровью наших партнеров, бывших. наших потраченных денег, которые мы там и усилий, которые мы приложили для того, чтобы, ну, по сути, в пустую, да, то есть, ну, получив опыт. Вот, дальше. Мы, конечно, на самом деле, вот как раз систему, там, более опытные партнеры наши и менее опытные, вот тоже стараемся выстраивать для того, чтобы как раз вот какие-то нивелировать моменты, которые могут возникать, когда человек предоставлен сам себе. То есть, очень важно, чтобы все-таки была какая-то система, когда по любым моментам, вопросам, нюансам человек мог обратиться и, соответственно, получить свое временно обратную связь. У нас были прецеденты, когда люди воспринимали нашу франшизу, это, конечно, очень лестно, но, тем не менее, это неправильное восприятие было, как инвестиционный инструмент, что они выкупают право, там, ну, вот, быть ландсмонт-скул, там, курсами ландсмонт-скул, там, в тех или иных подмосковных городах, но при этом они не готовы были работать, не готовы были, там, продвигать это все дело и развивать, а просто хотели, там, дождаться, когда ценность нашего продукта, там, вырастет и, соответственно, перепродать за большие деньги. Вот. Не прокатило, как сказать, ну, писали вот эти, как они называются там, презентационные, претензиционные, простите, письма, и, соответственно, как-то старались решить этот вопрос, ну, именно в таком порядке, да. Где-то нам приходилось дожидаться, честно говоря, когда они там проштрафятся, так скажем, да, и вот уже по совокупности вот всех этих штрафов мы уже тогда могли сказать, знаете, что все, мы вот как бы с вами закончили взаимодействие, мы реально оставляем за собой право продавать по новой, так скажем, ну, ваш регион и не разрешаем вам использовать наш, там, лого и так далее. Ну, и закрывали, соответственно, доступы к CRM-системе, к сайту и ко всем-всем-всем-всем остальным моментам. Ну, вот. Я не знаю, может быть, я не совсем точно отвечаю на твой вопрос, Игорь, может, еще что-то ты хочешь узнать. Вот по поводу негатива, да, с партнерами. Ну, то есть, вот, получается, что, конечно, большой соблазн, знаете, когда особенно ты маленький и все там пытаешься продать там первую франшизу там и так далее, нарваться не на тех. И вот, вот что касается обучающего курса, вот, ну, мне кажется, это хорошая отсечка лишних. Потому что, ну, вот все наши, так скажем, впоследствии отвалившиеся там люди, это те, кто, ну, практически, я не могу сказать, что прям все-все-все, вот, но это те, с кем было понятно, что мы что-то, ну, не то в самом начале, так скажем, допустили, понимаете, да? Все-таки это какие-то моменты, они там бывают, что видны. То есть, они у тебя франшизу, ты их начал учить, понял, что они необучаемые и неудобные тебе люди, и ты и какую-то часть денег им возвращаешь? Или вообще? Нет, 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 не совсем, смотрите, еще раз. Там вопрос в том, чтобы, на самом деле, на этапе еще переговоров понять, что эти люди, они там схожи по ценностям или не схожи по ценностям с тобой, и дальше, соответственно, понимать, ну, как бы тебе с ними там двигаться комфортно будет, вы хотите вот этого роста, драйва, я не знаю, там, такого взаимного обогащения, да, вот, в хорошем смысле этого слова, не только материальными, да, вещами, но и как бы вам комфортно друг с другом, да? Или, как сказать, кто-то просто пытается что-то поймить, ну, как бы, и понимая, ты понимаешь, что, ну, там вопрос просто того, что сейчас он схему получит, он, так скажем, увидит, и дальше, как бы пойдет что-то свое реализовывать, да? Опять же, то есть, ну, я вот понял тоже, что я могу не бояться раскрывать какие-то детали и часть схемы вообще в открытый доступ выкладывать. Почему? Потому что я заметил, что есть люди, которые, если они хотят вот эту схему, так скажем, получить, они ее так или иначе получат, ну, как сказать, и пойдут, и сделают по-своему, что-то родят свое или там скопируют, да, своруют это, а есть те, кому ты показывай, не показывай, но все равно они, ну, не смогут ничего сделать, понимаете? То есть, как бы, если первый, как бы, тип людей, они и так это сделать без тебя, просто они где-то в другом еще месте это возьмут, ну, окей, ты сократил им, там, трудозатраты, то второй тип, как бы, они ни при каких обстоятельствах хоть ты там все им расскажи, потому что, знаете, это, ну, реально, когда мы запускали школу нашу, да, это был чисто социальный проект, и мы там ржали просто с одним там меценатом, который участвовал в этой школе, он тоже там вкладывался деньгами в наш проект, ну, наш проект, тогда это был не наш проект, это был чисто социальный проект школы, и мы смеялись, что нужно там 9 отмороженных, как бы, имея в виду меня в том числе, вот, и десятую еще выдать замуж за одного из этих девятерых, это мою жену имели в виду, чтобы все-таки там проект полетел, понимаете, ну, потому что там по деньгам там люди зарабатывали 5000 рублей в месяц, вот моя жена, например, ушла с оклада в 150 тысяч рублей в мегафоне, она рассчитывала там зарплаты всем, ну, там, в экселе и так далее, там, по московскому региону, и определяла там кого, куда там, ну, там, на какую практику отправлять, вот, у нее был оклад 150 тысяч рублей ежемесячно, она еще студенткой в Баумутке была, вот, и она ушла на зарплату в 5000 рублей в школу, вот, ну, то есть, ну, это нужно быть психом, ну, как бы, либо посвященным человеком, ну, чтобы вот в эту сторону двигаться, ну, вот, как-то вот так, ну, если говорить про наш направление бизнеса, опять же, я понимаю, что сфера деятельности, она может очень отличаться, накладывать свой отпечаток, да, поэтому, мне кажется, что, Сереж, тебе более релевантен, конечно, опыт Игоря, потому что, ну, все-таки, стройматериалы, стройка, ну, как бы, там, многие вот моменты, они могут быть, ну, похожи, хотя темы, ну, смежные. Ну, я вам обоим буду вопросы задавать, потому что я понимаю, что я как тот парень, которому учи-неучи, все равно останутся белые пятна. Давай-давай, все нормально. Хорошо. У вас какие-то были встречные вопросы, Игорь и Илья, может, что-то осталось еще, какие-то вот невыясненные моменты? Ну, мне очень интересно, от Игоря, на самом деле, обратная связь к рубина. А был бы, а момент? Да. Человек сказал ей спасибо, сказал, что мы завершаем партнерство, и открыл свою школу. Было у вас такое? Ну, смотри, вот человек, который как раз два филиала открывал, значит, и потом сказал, что он не сможет ничего двигать там сам, типа, выкупайте. Я, как бы, ему ответил отказом, он сказал, типа, ну, так приличные люди не поступают. Я говорю, ну, я не могу, ну, то есть, у меня нет, ну, правда, не было ресурсов каких-то, то есть, это не то, что я там зажал денег, как бы, вот, ну, там, селился там, ничего не сделать. Вот. Значит, он, ну, то, что я знаю, потому что мы же, детей, которые были приписаны к его филиалам, мы оформляли в школу партнера, и, соответственно, там мы видели, что их личные дела продолжаются, в том числе и его ребенка, да, там продолжали оставаться в этой школе, и, соответственно, он там какую-то свою школу пытался сделать, но сказать о том, что это что-то выгорело, или что-то, ну, там получилось масштабное, не могу. Ну, я скорее, скорее интересуюсь, знаешь, с точки зрения, действительно ли есть такой риск, или это все-таки просто какой-то стереотип, вот, если скорее то что. Я думаю, что если ключевые процессы у тебя остаются, литген, система продаж, постоянный рост развития, то есть если с вами им реально интересно, а, вот еще какой момент, кстати, мы каждый год, например, делаем слет франчайзи, да, и по сути их коучим, то есть, ну, мы стараемся, как бы, помочь им, ну, как-то развиться, увидеть следующий шаг, какого-то роста, да, то есть их, и вот в этом плане я тоже вижу, как, это как инструмент и удержание, и принесение такой дополнительной ценности, пользы партнерам, в этом плане, ну, как бы, ну, там, образованцы, они любят учиться, ну, это как бы, они поэтому в образование пришли, да, то есть, им это интересно. Мы интересных спикеров там тоже приглашали, книги дарили там по бизнесу, потому что, знаете, в нашей сфере у нас, ну, я вообще всегда говорю нашим партнерам, что у нас, знаете, на стыке двух сфер, вообще мы действуем, образование, да, то есть, ну, как бы компетенции вот в этой теме, и бизнес-компетенции, которые, как сказать, в сферу образования очень медленно, на самом деле, входят, то есть, есть предприниматели, которые, как бы, ну, там, наняли методистов, и что-то там, они свой там бизнес делают, но они с точки зрения бизнеса это строят, да, А есть преподаватели, которые пытаются как-то бизнес-компетенции нарастить. И вот нам, на самом деле, интересны, конечно, вторые, потому что они идейные, они качество хорошо дают. Вот. Первые, кстати, тоже, а нет, все равно они из образования пришли. Я вот просто там думал, у нас есть семейная пара из Грозного. Ребята молодые, классные, он финансовый аудитор. У нее была студия творческих там всяких, ну, короче говоря, там, изо-студия, арт-студия у нее называлась. Там и музыку преподавали, и вот изобразительное искусство, и какие-то еще там творческие вот именно были направления. И она решила заняться подготовкой к ЕГЭ, купила нашу франшизу, и самый такой локомотив, основной такой живчик нашей сети, это она. Вот. Мы ей очень сильно гордимся. Вот. Наш партнер, которому мы как раз передаем потенциальных франчайзи, чтобы он их дозакрывал на сделку, он, когда пришел к нам в Бутово, он сказал, куда платить деньги? Я хочу. Все. То есть, как бы, ну, там, вот, что делать? Я говорю, да подожди ты, у нас вот как раз был негативный опыт с этими двумя точками, там, буквально, там, годом ранее, и мы такие не очень-то хотели, на самом деле, франшизу продавать. Мы уже думали, что вообще, в принципе, нам интереснее, наверное, свою сеть развивать, потому что заморочить на старте столько же, затрат столько же, а там, не паушальный износ, а этот, роялти, там, совсем какой-то пшик, да? Вот. Но, на самом деле, кстати, благодаря вот такому расширению достаточно сильному нашей сети школьной и одновременному старту вот этого партнера, мы увидели, что франчайзи относятся к своей точке гораздо лучше, чем наши управляющие к нашим точкам, и у него, как следствие, как результат, лучше, как сказать, продвижение, чем у всех наших точек вот новых, которые были запущены. Ну, то есть, вплоть до того, что у нас там большая часть вообще закрылась этих точек, вот, а у него там цветет и пахнет, ну, то есть, у него 70, чуть за 70 учеников, чтобы вы понимали, у нас столько же учеников чуть до 70-69 в Бутово, в самой первой нашей основной точке, понимаете? То есть, ну, о чем это говорит, что все-таки вот, когда человек относится к школе как к своему детищу, да, ну, там будет лучший результат. Мысли, а, я не договорил по поводу его мотивации, у него его дети, они, ну, то есть, он как бы там хотел именно качественного обучения для своей семьи, перетянул жену там своего там друга, ну, короче, то есть, он прям вот, ну, он вот этим живет. И он, кстати, очень сильно обогатил еще нашу сеть какими-то такими, знаете, неформальными праздниками, там, традициями, там, еще чем-то, то есть, вот у них, интересно, они американский опыт немножко переняли, то есть, у них, например, на Рождество не дарят друг другу подарки, а какие-то пошли в детский дом, узнали у кого какие-то там пожелания по поводу подарков, и вот, соответственно, там, с родителями, с детьми купили, то есть, дети сами шли с родителями в игрушечный магазин, да, ну, игрушек магазины, покупали для кого-то в детском доме, понимаете, то есть, ну, как это, ну, переворачивает вообще сознание, да, там, ребенка, вот, это, конечно, прикольно. Это, это его инициатива, вот это вот то, что он привнес, вот. Очень интересно. Вот, ну, то есть, ну, вот, по поводу партнеров, я надеюсь, что я ответил, но я думаю, что там тоже, сколько вот сетей, столько, я, опять же, кстати, вот, ментальная арифметика, да, то есть, это смежная с нами тема, там, некоторые ребята просто, знаете, там, взрывной рост какой-то у них там был, там, и остается там 150 точек, 150 точек, понимаете, я, ну, как бы, ну, не знаю, как это, честно, то есть, у меня вот такого опыта нет, хотя, опять же, ну, это имеет право на существование, то есть, если, я так понимаю, найти какую-то, ну, не то, что найти хайповую тему, но если вот ты в нужный момент, в нужное время, вот, как бы, сделал правильные действия, оно, как бы, дает мультипликацию очень хорошую, и здесь, ну, в этом плане, что классно, что тебе не нужно разжевывать, объяснять, там, как бы, элементарные вещи, да, то есть, это может быть уже зашито во франшизу, но это, как сказать, раскрывается потом, по ходу движения, а не, когда, там, ты, вот, там, отбираешь еще этих нужных людей, там, их, ну, обучаешь, там, ну, особенно, если, там, просто забесплатно, да, там, что-то пытаешься продвинуть, вот, как-то так, то есть, ну, в этом плане, конечно, тоже интересный опыт, прием-прием. Да, спасибо. Вот у нас еще есть гости, ребята, которые тоже, вот, думают о франшизе, вот, Андрей Владимиров, Евгений, не знаю, Дмитрий, может быть, не обязательно, но если у вас есть вопросы, вы как-то проявитесь, задайте их, можно с экрана, можно без экрана, хочу дать возможность, потому что мы-то на коротке всегда пообщаемся, созвонимся, телефоны есть, а у ребят, может, так, более сложный какой-то путь. У меня есть вопрос. Давай. А вот, франшиза, она, ну, не только франшиза, и бизнес, он подразумевает развитие и постоянное улучшение. Да. Вот мне бы хотелось понять, как вот, вот эти улучшения приплюсовывать к уже существующим материалам, то есть, процессы каждый день улучшаются, ну, там, каждую неделю, каждый месяц, каждый квартал, и как вот эта вся система, может, даже не по франшизе вопрос, а, наверное, больше по бизнесу, но и по франшизе тоже, то есть, если мы продаем какой-то успешный опыт построения бизнес-модели, а мир меняется, соответственно, и бизнес-модель должна тоже меняться, и какие-то улучшения в ней должны происходить. Вот как это все происходит во франшизах? Как происходит улучшение и накопление опыта, и его вот применение во франшизе? Если я правильно и понятно задал вопрос. Мне кажется, я понял, я не знаю, вот я могу ответить, может, Игорь что-то дополнит. Ну, смысл вот какой, то есть, мы, например, выявили у себя 10 ключевых тем, которые мы передаем, значит, нашим партнерам. И это выглядит в виде текста, видеовебинара, записи какой-то с конференции, ну, там, со слета франчайзи. И если мы что-то там дозаписываем или вносим какие-то изменения в виде, там, каких-то инструкций, еще что-то, мы обязательно об этом сигнализируем в чате наших партнеров. И это тоже является таким, знаете, ключевым преимуществом, ну, не ключевым, конечно, преимуществом, но одним из преимуществ, то есть, что им, как бы, у человека есть доступ к общему чату, где они могут задать вопрос, получить оперативный ответ от более опытных франчайзи, либо от основателей, ну, то есть, короче говоря, вот этот момент, он, ну, как сказать, такой, побуждает их быть на связи. И, как сказать, если вдруг какие-то улучшения, то мы, соответственно, их анонсируем в этом чате. То есть, ссылочку даем. Вот. Ну, как я услышал вопрос, и я бы его разделил на две части. Первая часть — это как вести базу знаний. Второе, второе. Франшиза — это или не франшиза? То есть, ну, грубо говоря, если ты ведешь свою базу знаний и делаешь это постоянно, то у тебя очень хорошая заявка на франшизу, вот если так вот совсем простого. А как вести базу знаний? В разных компаниях по-разному. У нас есть, например, пакет новичка. У нас есть вообще очень много видео, которые мы на Ютубе, кстати, размещаем не в открытый доступ, а в закрытом доступе. Вот. И когда к нам новый сотрудник приходит, мы прям вываливаем плейлист. Обучение 2020 у нас называется. Было старое обучение. Там, как в АМСРМ работать. Вот. Ну, здесь как? Вот если у тебя есть что записывать... Ну, то есть, представляешь, у тебя человек приходит новый, и тебе ему надо рассказывать что-то. Вот то, что ты ему рассказываешь, прям записываешь. На видео, например, то же самое. Видео, кстати, в этом плане очень удобная штука. Это именно тебе, Дмитрий. Я думаю, особенно в тему. Ну, да. Что-то рассказываешь, что-то показываешь. Видеоинструкции рубят. Да, видеоинструкции, скринкаст записал, там, вопросы-ответы записал, и все. У тебя уже какой-то как ком снежно накапливаются эти знания. А дальше ты их как-то структурируешь, там, и так далее. А как быть с ситуацией, когда улучшения и какие-то классные фишки, они рождаются именно у франчези, ну, или у сотрудников, в зависимости от франчези или просто простого бизнеса. Как вот эти улучшения, их собирать и включать в свой багаж знаний, чтобы улучшался твой продукт. То есть, как вот система настроена. Ну, допустим, франчези что-то придумал, и начинает очень классно привлекать видов, или, ну, начинает классную услугу как-то предоставлять лучше, чем даже вы обучали, да? А вы об этом, какая-то есть обратная связь, система сбора вот этих, вот этой хорошей практики? Я сразу скажу, не знаю ответ на этот вопрос. У нас такого пока, к сожалению, нет, но мы тоже как молодые с точки зрения франшизы. Вот, я думаю, здесь Илья, наверное, что-то содержательное. Ну, и я могу сказать, что мы регулярно на связи с нашими партнерами, узнаем просто, как у них дела. Вот, и, кстати, тоже хочу поделиться опытом, который узнал буквально на прошлой неделе от одной компании. Они занимаются, у них просто тоже франчези именно, да, там тоже 150, что ли. Но там, на самом деле, живых порядка 40, по их признанию. Я не буду давать названия, чтобы не дискредитировать никого. Вот, и не буду говорить, ну, там смежная тема с нашей, да, то есть там дополнительное образование, я бы так сказал, психологическая помощь детям. Вот, и, соответственно, они сейчас вот наняли там генерального директора, которая три раза в неделю, она созванивается по Zoom, значит, с франчайзи. Или, по-моему, все-таки один день в неделю, это она просто высылает письмо электронное, где там жестит очень, там, говорит, там, пушит их, там, что-то такое, говорит о каких-то не очень приятных вещах. В среду они там, соответственно, там созваниваются по Zoom, кудахчат, как она говорит, ну, там, выливают негатив. Вот, в пятницу, соответственно, они там подытоживают то, что там произошло за неделю, там, с коньячком, там, или еще как-то, ну, то есть такой, там, релакс, все будет хорошо, девоньки, там, все нормально, все в порядке. Кудахчат записал слово, спасибо, прям, вот, точное слово, это да. Но мы, мы на самом деле, вот негатива, честно вам могу сказать, признаться, мы опасаемся в общем чате. То есть, если мы видим какой-то негатив со стороны партнера, иногда даже бывает так, что мы там, ну, там, некоторые партнеры, короче, наезжали на других партнеров. Вот у нас есть вот из Грозного, да, я уже говорил, вот эта молодая пара, и что-то там она написала хорошее такое, ну, прикольно, просто поделилась там какими-то положительными новостями. Ее что-то так начали клевать там, особенно одна. Я там срочно брату звонил, говорю, слушай, убирай ее нафиг, короче, ну, вот эту бабку какую-то, которая там что-то, ну, а там та вот, ну, из Грозного, девушка, она очень не понимает, ну, то есть, ну, что вызвало такую реакцию негативную, там, еще что-то, то есть, ну, как бы, она, ну, не пыталась там что-то, типа, вот, короче, вы все козлы, а я вот тут такая, Д'Артаньян, да, вот. Она просто, как бы, ну, короче, я думаю, что такая ситуация самая классическая, вот, короче, мы убрали ее, там, Михаил там с ней индивидуально там, так скажем, общался, вот, и, ну, соответственно, это дело купировали. А когда на нас там что-то пытаются там тоже сказать, то есть негатив, он очень сильно заразительный, поэтому мы стараемся это вот прям вот убирать. Некоторые, они говорят, там, типа, пусть выпустят пар, дальше мы уже, как бы, работаем с возражениями, объясняем, аргументируем, там, и так далее. Ну, мы готовы в индивидуальном порядке, там, объясняться, но не готовы публично это делать, то есть, когда, ну, знаете, как это, получается, что, как это, какая-то, ну, не то, что мелкая сошка, там, или еще что-то, но получается несоизмеримый, знаете, то есть, ну, как бы, трудозатраты. То есть, я сказал там, не знаю, Лас-Москву говно, да, мы такие, а почему ты так думаешь, скажи, пожалуйста, что тебя побудило вот на ход таких мыслей, да, то есть, ну, бред. Индивидуально можем там разбирать всю ситуацию, там, и так далее, потом вынести какое-то уже решение, но вот публичное обсуждение этого слишком много чести, то есть, ну, вот мы это точно совершенно для себя решили, и вот этой политике придерживаемся во всех чатах наших партнеров, ну, с нашими партнерами, и если что, вдруг, то, как бы, это все делать. Кстати, я вспомнил, вот, отвечая на вопрос тоже, Дим, твой, у нас, знаешь, какой эффект был, прям конкретно вспомнил, у нас пять филиалов, и мы очень четко следим за показателями конверсии. Это пока, конечно, не франчизи, но вот по филиалам, то есть, мы видим рейтинг филиалов с точки зрения конверсии в договор, и мы видим, вот этот филиал, он стабильно, там, идет с конверсией, там, условно, там, 12-13 процентов заявки, там, ну, по новым заявкам, да, то есть, в один месяц, ну, закрывается такой конверсией, у остальных меньше. И мы начинаем спрашивать, а что, почему у вас такие показатели, почему так лучше? И выясняется, что они, например, стараются первичные заявки опытными менеджерами сначала обрабатывать, то есть, когда из колл-центра прилетала заявка, они обрабатывали более опытными. Потом отдавали в работу менее опытным менеджерам. И, то есть, вот, как-то, если есть возможность смотреть на показатели, это вообще цифра, это и в этом плане идеально. То есть, малейшее, там, отклонение, и сразу видно все. И это повод задавать вопросы. Это круто, это круто, да. Ну, это эффект сети, как раз, вот, про что Илья говорил. То есть, когда у тебя сеть, это, ну, я просто жду, когда у нас будет, там, я не знаю, сколько-то, больше двух. Ну, здорово, да, смотришь на показатель, где есть отклонение, да, в сторону плюса какого-то нехарактерного. Ну, там уже начинаешь копать, и можешь найти какие-то вещи, которые потом можно применять для всей сети. Прикольно. Спасибо. Очень у нас интересная, получается, встреча, вот, но время, к сожалению, заканчивается, нам надо придерживаться тайминга. Кому-то пора уже, может быть, идти, вот. Вот, буду рад дальше продолжить, в общем, встречу за эфиром. Очень большое спасибо Игорю Веретенникову, несмотря на дорогу, несмотря на другой город. Очень много позитивных таких вот моментов рассказал, в общем, структурно, что такое франшиза. Спасибо, Серега. Спасибо, Илья. Да, и спасибо, Илья. Илья, вот, ну, прям бесценный опыт, знаешь, очень много мелких нюансов, и особенно вот, даже и не спросишь иногда, а ты рассказываешь про то, что, вот, знаешь, бывает, есть, у них сеть 150 франшизе, а 40 из них живые. И ты понимаешь, о, а так бывает, оказывается, и не будешь комплексовать потом. Это, это просто, ну, бесценно. Спасибо тебе, Илья. Это, это самое эмизер, которое я обозначил. Там вот очень много всего, и я тебе еще задам много вопросов. Спасибо тебе огромное. Да, спасибо. Спасибо. Добро. Я, на самом деле, знаете, еще, друзья, я не знаю, это за эфиром делать или нет, предлагаю тоже тему одну, это онлайн-школы. Вот, у меня есть.